Но начну я с вопроса, который вас, я вижу, встревожил, потому что это первый вопрос, который спросили в чате, я сразу на это пойду. Это вопрос про высказывание Михаила Борисовича Ходорковского, бывшего, ну или нынешнего, я даже не знаю, Аксанера Юкоса, который, как мне лично кажется, наговорил, ну в моем представлении лишнего. В моем представлении лишнего. Значит, вот заголовки даже из российской прессы от Ходорковского. Господа, вы проиграли. Ходорковский назвал сроки поражения Украины в войне. Это российская пресса, RTVI. Еще вот российская пропаганда. Украина к концу 24-го года потеряет Харьков, а еще через полгода Одессу Михаил Ходорковский. Вот понимаете, раз российская пропаганда находит в твоих словах, чем воспользоваться, значит, наверное, ты сказал, что это не то. Мне лично так кажется. Что сказал Ходорковский? Он выступал, по-моему, в Deutsche Welle это было, или где это было-то вообще? Я просто, почему не так сильно подготовлен, потому что я отвечаю на вопросы Ирины Тильман. Ирина спрашивает. Доброго дня, уважаемый Михаил. Хотелось бы услышать ваш комментарий на мрачный прогноз Ходорковского о потере Украины и Харькова к концу года, а затем и Одессы. Ну, наговорил он вот следующее. Значит, соотношение расходов на войну Запада, в лучшем случае, 2,5 к 1 в пользу Путина. Он говорит, что вот мало, мол, Запад тратит денег на войну в Украине, Путин тратит в 2,5 раза больше. А дальше цитирую Ходорковского. При таком раскладе сил Украина до конца года потеряет Харьков, к середине следующего года Одессу, соотношение сил станет 10-15 к 1 до конца 25-го года. К середине 26-го Украина продолжит только партизанскую войну, а Львов сохранится, если туда войдут войска НАТО в лице Польши. И это все самый лучший сценарий, если ВСУ будет героически сопротивляться, несмотря на безнадежность ситуации. Как вам вообще? Кому-нибудь что-нибудь напоминает? Кстати, Донецк нас приветствует. Привет, Донецк. А, билд на русском. Правильно, это все было в билде на русском у Курникова. Правильно, правильно, правильно. Узнаете что-нибудь? Что-нибудь узнаете? Кстати, вот нас приветствуют из Выборга, сообщают, что Выборг готов отделяться хоть сейчас. У кого какое дежавю на эту фразу Ходорковского, на это высказанное Ходорковского? У кого-нибудь возникло дежавю или нет? У кого? Мы с вами обсуждали на этом канале больше года назад. Нет, не Ларистович. Больше года назад обсуждали. Ну, вспомните, вспомните, надо постараться. Нет, нет, не Ларистович вообще. Ну? Ну, и Ларионов, браво, Юрий. Юрий Юрьев получает мой приз. Да, 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 и Оксана тоже. И Ларионов, и Ларионов. Помните, как больше года назад, и Ларионов, который тоже считается российским оппозиционером, вдруг давал интервью Александру Шелесту. И я смотрю, паника началась. Мне все стали писать, а вот и Ларионов сказал. Я вам сейчас процитирую, ну, уже за давностью лет, естественно, приблизительно процитирую, что тогда сказал Иларионов. А сказал он тогда следующее. Значит, он сказал, что он точно знает, то есть я цитирую, точно знает, что в течение ближайшего, ну, скольки-то там недель, четырех или шестенцев, Россия начнет новое наступление на Украину, что в нем примет участие 600 тысяч российских военнослужащих, 600 тысяч. Это он говорил. Это говорил все Иларионов. 600 тысяч российских военнослужащих, что они захватят Одессу, что из Беларуси они зайдут вдоль границы с Польшей и пойдут на Львов, и что они захватят Молдову. Это я цитирую. И Ларионова. Мне тогда пришлось рассказать вам, мне тогда пришлось рассказать вам, что это все хи*** на постном масле, что это все какое-то не экономика и не политика, о говноедении в чистом виде, то, что тогда наговорил Иларионов, потому что у него не было ни одного основания, ни одной ссылки, ни отсылки, ничего. В смысле, где он взял 600 тысяч солдат и где должен был взять Путин, совершенно непонятно. На чем они должны были плыть на Одессу? Будь попрочнее старый этаж, длиннее был бы наш рассказ, но вот на чем? На джонках, которые они купят во Вьетнаме. Десантные корабли мы потопили к тому моменту уже большую часть, напомню. На чем они должны были наступать на Одессу? И вот это голословное тогдашнее выступление Иларионова мне показалось, ну прям провокацией откровенной, с неизвестной целью совершенной. Это безусловно тогда, потому что тогда, в тот момент, заметьте, Иларионов пользовался еще авторитетом среди украинцев, среди жителей Украины. Его слушали, он выступал на многих каналах. Ну тогда еще и Латынина пользовался авторитетом, Иларионов, по-моему, был и Латынина, и так далее, и так далее. И поэтому все переполошились. И миллион просмотров поэтому был тогда у него. Ну что-то такого типа. Но, по-моему, я тогда сказал, ребята, я вот тогда выступил и сказал, смотрите, человек назвал конкретные сроки, человек назвал конкретные сроки, а значит, если не сбудется, давайте, как говорится, ну настолько, да, человек сказал, я знаю. Он не сказал, я думаю, я полагаю, возможно, вероятно. Сказал, я точно знаю, что будет вот это. Значит, если это не случится в нужный срок, значит, человек это все придумал или сказал с какими-то нехорошими целями. И мы убедились, что ничего этого даже близко не было. Ничего, просто ничего, даже попытки. Мне кажется, с тех пор Иларионов не пользуется доверием в украинском обществе и среди украинских зрителей. Теперь Ходорковский. Иларионов говорил Латыниной. Не, 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 Алекс, я помню, это было удивительное событие. Это было интервью именно Александру Шелесту. Почему я запомнил? Потому что оно вышло, и в тот же день, по неизвестной никому причине, Александра Шелеста назначили в России и объявили иностранным агентом. Я был поражен. Я даже подумал, что это другой Александр Шелест. Как Александр Шелест, украинский журналист, мог стать иностранным, ну, не самый, не Гордон. Как он мог стать иностранным агентом в России. И так уж получилось, что я на следующий день буквально давал интервью Александру Шелесту. Я у него спросил, а как вы стали иностранным агентом в России? Это вы? Он говорит, я, но я, говорит, ни разу в России не был. Человек родился в Украине, ни разу в жизни не был в Российской Федерации. Темная история. А теперь к Ходорковскому. Я о нем говорил много хорошего. И иногда не самое хорошее. Поскольку его позиции до начала полномасштабной войны не совпадали с моими. Он же, как вы помните, не собирался отдавать Крым. Говорил, я Крым не отдам. После 24 февраля он поменял свою позицию. Я всячески приветствовал. Говорю, ну что ж, человек передумал. Браво, молодец. Он сказал, да, Украина обязана получить Крым. Все, вообще все вернуть в свои территории. Но по каким-то некоторым вопросам у меня были разногласия. Но сейчас я выскажу свое мнение, догадку о том, зачем он это сделал и почему он это сказал. Я очень надеюсь, надеюсь, что это было в формате, в формате благими намерениями выстелена дорога в ад. Он ведь выступал на Билде. И он думал, что он обращается к западным, к западной публике. Не к нам с вами, а к западной публике. Он хотел сказать западникову, ребята, дайте больше денег Украине. А он все время настаивает на этом. Поэтому я думаю, что это весь апокалиптичный сценарий был для того, чтобы убедить западников больше давать денег. Но не подумал человек в силу, видимо, слабой эмпатичности или почему. Я не знаю почему. Не подумал, как это отзовется у нас в Украине. Что это отзовется? Очередными испугами людей, которые доверяли ему или доверяют. А это необоснованно. Ведь поймите, да? Ну, человек говорит, до конца года Украина потеряет Харьков, а через полгода Одессу. Ну, кто-нибудь в это верит? Ну, всерьез. Слушайте, даже Путин уже не верит. Даже Путин уже не верит, что он захватит Харьков. Даже Путин уже говорит, я Харьков не возьму. Не смогу, не получилось, обосрался, говорит Путин. Признается. Поэтому мне хочется верить, что это Михаил Борисович пытался напугать Запад, а напугал не Запад. Вот и все. Харьковский думал и ошибся. Вы серьезно? Вы знаете, думаю, да, Моня. Думаю, да. Почему нет? Выверено каждое слово. Ну, конечно, выверено. А что вы думаете? Если слово выверено, то оно правильное, что ли? Вот давайте простые вещи про Харьковского. Вы говорите, у него выверено каждое слово. Да, выверено. Ну, если специально он это сказал, специально, не ошибался. Ну, обращаясь к Западу. Так извините, он специально остался в России, как вы помните, когда сел в тюрьму. А потом признавался, что он ошибся в оценке. Он не думал, что его посадят на 10 лет. Он думал, сейчас Запад всколыхнется, его тут же отпустят. Человек может ошибаться. Кто ему сказал, что самый умный, что ли? Нет, конечно. Вот, не верю, это не про Ходера. Ну, вот не знаю, не знаю. Михаил, вы сейчас разгоняете пропаганду. Лучше послушайте лично Ходорковского и сделайте свои выводы, а не пересказывайте пропаганду РФ. Подождите, подождите, Аннадель. Я прочитал цитаты из интервью Ходорковского. Цитаты точные? Цитаты разошлись. Цитаты точные про то, что Украина там что-то потеряет. Или я не прав в самом цитировании? Я вот то, что сейчас вам цитировал, я цитировал не из российских источников, не дай бог. Вот эти цитаты, которые я вам зачитывал, их опубликовал ТСН наш, украинский. Я бы не стал вам цитировать тексты из России. Можно сказать правильно и не напугать людей. Можно, можно, можно. Вот так вот. Можно сказать правильно и не напугать людей. Ходорковский не друг Украины. Я не называл его другом Украины. Ходорковского не называл. Он россиянин, российский политик. И он желает добра России. А мы желаем России зла. В этом наша разница. Он, например, много раз говорил, что главное, чтобы Россия не развалилась на куски. Это очень важно и так далее, и так далее. А мы много раз говорим, самое выгодное для нас, чтобы Россия развалилась на куски, чтобы были отдельные страны. Ну, конечно, не друг. Конечно, не друг. Я комментирую это. Я, как вы видели, это он сказал достаточно давно, несколько дней назад. Но, как вы видели, в своих выпусках я это не комментировал. Потому что, ну, сказал там, может, мы никто не услышали, и черт бы с ним. Но раз ко мне обратилась зрительница, поэтому я это комментирую. Больше ни почему. Ну, давайте. Ну, нужно, чтобы, знаете, чтобы давать такие, чтобы давать такие комментарии, нужно иметь, как мне кажется, какие-то основания. На основании чего делается вывод, что россияне захватят Одессу через полгода. Чем захватят? Теперь по поводу 2,5 к 1. Прав ли Ходорковский насчет расходов? Ну, близок. Не совсем, мне кажется, но близок. Россия тратит в этом году на войну 110 миллиардов долларов. Мы это знаем точно. Сколько потратит Украина, я вам скажу. В пакете военной помощи США из 61 миллиарда, 40 с чем-то, ну, 43, по-моему, может, 45 на войну, плюс 20 миллиардов евро европейских, это 22, это вместе, ну, 22 долларов, это 67, ну, и где-то по мелочи еще трешка, 70. То есть, у них 110 миллиардов долларов, у нас 70 миллиардов долларов на войну. То есть, Запад нам действительно дает меньше денег на войну, чем есть у Российской Федерации. Это правда. Но не в 2,5 раза, а в 1,5. Ну, вот примерное соотношение. У россиян в 1,5 раза больше денег есть на войну, чем у нас. Это факт. Ну, конечно, мы креативнее, умнее и так далее, и мы лучше их тратим, это само собой. Это само собой. Ну, и армия у нас героическая, а у них, сами понимаете, а на мобилизацию сколько Украина потратит? Джордж, видите ли, и Россия потратит на мобилизацию, и Украина потратит на мобилизацию, все потратят. Это же военные расходы, они же в одинаковой степени. Зарплата военного в Украине, зарплата военного в России плюс-минус одинаковая. Все стоит-то одинаково, поэтому вопрос действительно в денежном выражении. Украина потратит И Россия потратит А что вы думаете в России мобилизации нет Или чем они будут воевать Мы в последнюю неделю по полторы тысячи россиян Под нож пускаем в Харьковской области Поэтому им нужно мобилизовывать Мобилизовывать и мобилизовывать Куда они денутся Так ну вот хорошо закончили с этим самым Я думаю что Большего не нужно нам По этому вопросу Просто не нужно мне кажется Но что-то сегодня очень плохое произошло в Харьковской области Я так до конца пока не разобрался Потому что куда-то попали Россияне в какую-то точку отдыха Это что было? Гостиница, курорт Я даже не понял На озере какая-то точка отдыха Где погибли люди К сожалению Не знаю что это Но тяжелые события Тяжелые Да Не знаю А куда мы? Куда мы попали? Мы с вами попали Сегодня Ну для начала Вот в этот самый выбор И почему мне это показалось символичным И что это одно с другим соединяет Помните на этой неделе Я вам цитировал девушку из Финляндии Которая рассказывала про смерть Бобрякова Кстати поставьте лайки пожалуйста этому видео Потому что нас уже 15 тысяч А лайков всего 4 тысячи Пусть люди подтягиваются Мне будет как вы знаете приятно И кстати Самое время мне сообщить Радостную для меня новость 423 тысячи подписчиков А помните Прошлый раз в пятницу В пятницу я жаловался Что у меня 419 тысяч В пятницу Прошло два дня Плюс 4 тысячи подписчиков За два дня Вот что Усик Животворящее делает с каналом Шетельман 4 тысячи подписчиков За последние сутки 3 тысячи человек подписалось Вот что значит Усик побил Фьюри А Шетельман практически побил Рекорд подписок За последние сутки Поэтому подписывайтесь Кто еще не подписан На канал Шетельман Это за вечер бокса Да 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 Конечно это за вечер бокса Я вообще подумал Поменять наверное Мне надо специализацию Меня настолько все хвалили Вы за мои спортивные комментарии Что я решил стать Спортивным комментатором Трансляция спорта рулит Моженный звук было Так друг делал Я вообще думаю Это вам за бокс Да У нас же через месяц У нас же через месяц Чемпионат Европы по футболу начинается Чемпионат Европы по футболу А раз чемпионат Европы по футболу Так может мне надо будет Спортивный комментатор и перейти А то вон Василий Уткин умер Антивоенный кстати был человек в России А кто лучше Василия Уткина может Только я Так здесь нужны Конечно здесь Тахир я же здесь буду комментировать Не поедешь я никуда Я буду вот на канале Шетельман Еще и спортивное соревнование А там еще Олимпиада А там еще Олимпиада Действительно Это смешно У меня будет спортивное лето Мой сын 13-летний сказал Что у вас красивый голос Говорит Ирина Ничего себе Видите сын Ирины тоже слушал мои комментарии Да Кажется это было на канале Немыри Да возможно Да ну что ладно До футбола мы еще доберемся через месяц А пока вон усик уже хорошо Ладно Мы смотрели два канала Хорошо Два канала одновременно Вас и бокс Ну да На это и рассчитано Так я вообще нет Посмотрите этот формат Под названием смотрю и комментирую Я позаимствовал как раз у Василия Уткина Знаменитого такого комментатора Который умер буквально полтора месяца назад Молодым совсем человеком умер 53 ему или 52 было года Это он когда его Он в России Ну он из либеральной общественности Скажем так Однозначно совершенно Поэтому выгнали с телевидения Когда все телевидение захватили фашисты Сначала его выгнали с первого канала С НТВ Когда его захватили фашисты русские Потом выгнали с этого С комментирования чемпионата мира И с чего там еще у них Матч ТВ В общем все Все его выгнали И он сел на ютюбе И стал просто комментировать Вот так вот Как я вчера комментировал Поэтому научился я у него Этому способу Комментирования без картинки Умирают хорошие люди Вы знаете Ох Про Василия Уткина могу сказать Что Про него очень точно По-моему Только я не помню Это не Взоров сказал Или Быков Наверное Быков Что Василий Уткин умер от безнадежности Умер от безнадежности Действительно его жизнь была безнадежной Ну вот человек Который решил Что он не может уехать из России Но он болел сильно И поэтому не мог уехать из России Там в какую-то Европу Или куда-то Из-за болезни А жить в России Было невыносимо ему Ну представьте Да Человека лишили Любимой специальности Лучшего в стране Комментатора Причем Абсолютно лучшего В смысле На две головы лучшего Чем следующий После него Все остальные комментаторы В России Его ученики Его выгнали из профессии И он жил в России И что ему было делать И он умер от безнадежности Реально от беспросветности Я уверен что в этом дело Люди умирают же Не только от физических болезней Да Но и вот от морального состояния От морального состояния Да С Уткиным Мне все так однозначно Говорит Ирина А вы Ирина Послушайте Если хотите Его Комментарии Даже спортивные Ну перед смертью Которую давал На своем канале Он всегда Троллил Путина Его власть И так далее Но так он находился В России Он всегда делал это Изоповым языком Что гораздо сложнее Естественно Чем делать это напрямую Как я В каждом выпуске Где-то вторым смыслом Был наезд на Россию На войну На Путина Всегда Просто всегда Понимаете Поэтому он был большой молодец А то что он говорил об Украине Это Честно говоря Я даже не знаю Я не смотрел Это было давно Неправда Что он там говорил В какой ситуации В контексте Мне не хотелось это смотреть Я знаю Вот понимаете Важно что человек говорил После Мне кажется В данной ситуации Что человек делал После 24 февраля Начать там Что он там Как с Гордоном Что с Гордоном Не хочу Не хочу Ну и потом Гордон Ну это же был спектакль С участием Гордона и Уткина Гордон же не выгнал Правильно Уткина С эфира Сказал Все Ты фашист Уходи Так что это был Некий спектакль Не всегда Надо в буквальном смысле Это мне кажется Интерию с Гордоном Воспринимать Хорошо Выборг 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 Мы долетели до Выборга И что в этом символичного Наши беспилотники Дроны Долетели И взорвали там Нефтебазу В Выборге А символично то Что Выборг На границе с Финляндией Вот прямо на границе 30 километров До границы Выборг Это оккупированная Территория Финляндии Я уверен что Когда Россия Начнет разваливаться Распадаться Финны безусловно Предъявят свои Территория Претензии на Выборг Сегодня я захотел Посмотреть картинки Как выглядит Выборг Я там никогда не был Кстати в жизни Ну может проездом По-моему на автобусе Мимо ехал Но не выходил Точно не был В городе не был И Он по-моему В советское время Был закрытый город что ли Ну военный Насколько помню И я короче Набираю Выборг И написано Ну там же это же Ссылки Гугл просто выдает Островок Европы в России Ну конечно Европа и островок Это оккупировали Потому что у финнов Финны европейцы Финны построили себе Европейский город Советский Союз оккупировал его Оккупировал незаконно совершенно Все эти договоры Подписанные с финнами Ну понятно Подписаны принуждением Силой Поэтому они тоже незаконны И после распада России Безусловно Выборг вернется в Финляндию У меня нет в этом никаких сомнений Вот И Но прикольно Что мы теперь Простреливаем Россию Насквозь Понимаете Вот мы от нашей границы До самого севера Долетели уже наши беспилотники Прямо до финской границы Кстати Финны должны быть обеспокоены Нет Ну как Вот поляки там Или молдаване Обеспокоены Что российская ракета Летит уже прямо на подлете К границе А теперь наши беспилотники Долетают до финской границы А И вы знаете Я помню Был такой анекдот В советское время Про будущее Советского Союза Я помню Что он там про то Что на финско-китайской границе Что-то там такое Я не помню Подразумевалось Что финны и китайцы Совместно захватят Советский Союз И разделят между собой А теперь у нас Украина-финская граница Фактически Наш дрон туда долетел А что я вспомнил Еще Финляндию Потому что девушка Из Финляндии Мария Мне же вот как раз Писала про Историю убийства Бубрякова И я вам в пятницу Буквально Или когда это было Рассказывал Такую сенсацию Что вот ведь Бубрякова убил Харьковчанин Уроженец Харькова Бубряков это был Генерал-губернатор Назначенный русским царем На Финляндии руководить И этот самый Бубряков Он пытался провести реформы Чтобы обрусить Обрусить Русифицировать финнов Ну то есть то что пытаются Делать сейчас россияне На оккупированных территориях То пытался Бубряков делать в Финляндии Он например там подписал Какой-то указ Который подразумевал Принятие русского языка Как официального В финском сенате Представляете Да финны Должны были вместо финского Говорить в сенате своем На русском языке В учебных заведениях Чтобы учились на русском А не на финском Облегчение русским Поступление на службу В Финляндии Установление надзора За финскими университетами Чтоб не дай бог Свободе не научили Пересмотр учебников В финляндских учебных заведений Вот понимаете Дословно все что Россияне делают На оккупированных территориях В Мариуполе Они прям дословно это делают Да Насаждают русский язык Негодяя эти Подменяют учебники На фальшивки русские И так далее И так далее Обучают наших детей Всякой этой российской чуши Упразднение Ну что там Основание российской Правительственной газеты Ну россияне там тоже уже Я думаю в Мариуполе Основали РУС-ТВ Все что вы хотите Вот так велся Бобряков За что и был убит Нашим хриковчанином Несколькими выстрелами И вот Мария мне пишет Уже после этого Сейчас насмешу вас Это уже после наших Многочисленных упоминаний Бобрякова В эфире Оказывается Последними словами Бобрякова Были слова За что То есть в него Стреляет наш Финн из Харькова Ну он был швед По национальности И Шауман Эйген Вальдемар Шауман Да И Бобряков спрашивает За что Вот мне кажется Что сейчас Сейчас Очень часто В России В том числе Кстати представители Российской оппозиции Спрашивают За что За что Вот Ксения Собчак Спрашивает Как можно убивать писателя Нельзя же Взрывать писателя Захара Прилепина За что Можно За то что он В военной форме Убивал украинцев Он приезжал На оккупированную территорию Состоял в российской Оккупационной армии Армии ДНР Так называемой За это его можно взрывать Понимаете За это и можно За это Вот за что Или как Максим Кац Спрашивает За что И как можно взрывать На Васильевском острове В кафе татарского Можно Потому что он Военнослужащий Российской армии Это абсолютно Легитимно И законно Уничтожать Военнослужащего Российской армии В любой точке Российской федерации Будь то в кафе На Васильевском острове Или в окопе Под Этой самой Господи Ну под Донецком Это вот одинаково Одинаково Поле боя Поле боя А они спрашивают За что За что За что И вы знаете Я знаю у кого Они взяли пример Мне кажется Они взяли пример У финнов Вот российская оппозиция Нынешняя Берет пример у финнов Я почитал биографию Вот этого самого Игена Шаумана Который убил Российского оккупанта Бабрякова И Сначала Шауману поставили Памятник Финляндии Он стал национальным героем Финляндии На месте Ну точнее не памятник На месте покушения В коридоре Сената Все это происходило Появилась Мемориальная доска Гласящая Что Иген Шауман Отдал жизнь За свою страну А могила Шаумана В Порвового Стала Святым местом Для многих финнов Но в 2004 Военных Она абсолютно Законна Мы же не гражданских Уничтожаем Правильно А военных Абсолютно Законна Российская оппозиция Называет это террором Террором О как Террором Очень смешно Я прочитал На эту тему Про вертолет в Иране Когда сейчас доберемся Дмитро Очень смешно Я почитал И Карелию вернуть финном Ну конечно Юля Ну конечно Слушайте Там все У меня кстати Трудовая книжка Вот была в советское время На карело-финском языке Потому что Свой трудовой путь Я начинал В поселке Хитало В Карелии Ну такой Официальный Уже легальный Где я был оформлен на работу В поселке Хитало Я был знаменитый кабельщик Прямо вот как кабельщик Из фильма С Джимом Керри Да Специальность у меня была Кабельщик первая Ну хотя Я к тому времени Уже многим был Но вот именно Что выдали мне Трудовую книгу Канеженцию На карело-финском языке В поселке Хитало Карельской АССР Конечно Это нужно вернуть Финну Само собой Я вот что подумал Прочитал У кого-то в фейсбуке Сейчас буду цитировать Без указания имени Только потому что Не запомнил Простите Не запомнил У кого прочитал Такая шутка тонкая Что словацкие писатели Лучше российских Понимаете Словацкие писатели Лучше российских Прочитал я И сначала Я так даже не въехал Про что это А потом понял Это же про Юрая Центулу Юрая Центула Словацкий писатель Который Пытался застрелить Фиццу Премьер-министра Словакии То есть В Словакии Писатель Юрай Центура Недоволен Политикой Фицца Он что делает Идет В него стреляет Как шоуман Был недоволен Политикой русского Окупанта Бобрякова Пошел Выстрелил Российские писатели Пока до такого Не дошли Мы же все время Как бы намекаем Начиналось все С намека Что может кто-то В России возьмется И разберется С лидером Правильно После этого Разобрались С Фицца И вот Вы понимаете Это какое-то Кольцо Сжимается Фицца Как вы помните Ну Я сейчас могу Над ним стебаться Только потому Что ну уж Он точно Не друг Украины И точно Друг Путина Вот покушение На Фицца Фицца Стреляют Выпускают Несколько пуль Все это происходит На этой неделе Ну сколько У России Друзей Давайте Иран Северная Корея Беларусь Венгрия Словакия Посчитать Несложно Фицца На этой неделе Президент Ирана На этой неделе Вам не кажется Что кольцо Сжимается Мне кажется Что Это как бы Намекает Вот как Такое совпадение Как такое Может быть Совпадение Я все время Привожу В пример Май 2022 года Когда умерли Подряд С разницей В неделю Шушкевич Который был Представитель Верховного Совета Беларуси И подписывал Беловежские Соглашения И Кравчук Который был Президентом Украины И подписывал Беловежские Соглашения Я сказал Умерло два Человека Которые Как бы Развалили Советский Союз И это Сделало Советский Союз Невосстановимым На мой взгляд Метафизическим И вот Теперь Два друга Путина На одной И той же Неделе Чего и Си Скоро Елена Не соглашусь С вами Объясню Почему Нет В Раисе Стреляли Спрашивает Тефик Нет Он обошелся Обошлось Без единого Выстрела Он шандарахнулся С вертолетом Об скалы Значит Си Сидит На двух Стульях Даже на трех Си Ну вы можете Сравнить Си И Фица Си И Президента Ирана Я не могу Президент Ирана Поставляет Открыто Оружие Россиянам Ракеты Беспилотники Так Так Фица Прямо говорил Что надо Отдать Украинскую Территорию Россиянам Говорил Говорил А вот Теперь Товарищ Си Товарищ Си Понимает Что за это Можно и Портбилет На стол Поэтому Он говорит Территориальная Целостность Мы исследуем Принципы Территориальной Целостности И что нужно Установить мир В рамках Территориальной Целостности Устава ООН Поэтому Сивы В этот список Не пишите Давайте Давайте запишем Товарищ Ким Чен Ын За снаряды Правильно И ракеты Товарищ Раисье За ракеты И Беспилотники Товарищи Фица И Премьер-министр Венгрии Короче За Политическую Поддержку В Евросоюзе Ну и Товарищ Лукашенко За используем Территорию И так далее Орбан Да Орбан Я пропустил Михаил Вы все равно Шукаете Хороших россиян Да Татьяна Шукаю Шукаю Я потому что Понимаю Что та территория Татьяна Нам некуда деваться Территория Это останется там Пусть развалится Замечательно Но вот Кто будет У нас с соседями Будет Краснодарский край Им кто-то Будет руководить Нам придется Найти там Какого-то партнера Потом Когда-нибудь Ни друга Ни друга А партнера Большая разница Ну придется А что делать Я хочу Чтобы президентом Красноярского Краснодарского края Был не какой-то Не кто-то Из нынешних фашистов А какой-нибудь Сергей Галецкий Который в душе Точно против войны Пусть он открыто И не выступил Да Ищу 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 Да Ищу А что делать Я же понимаю Что мы не в вакууме Будем жить с вами Вот знаете Как Израиль Пытается Пытается все время Среди палестинцев Найти с кем Вести переговоры Говорит У нас нет партнера У нас сейчас в России Нет партнера по переговорам Но нам такой понадобится И лучше его вырастить самим Понимаете В каком смысле Пусть это будет Наш ставленник Нет Не на всю Россию На кусочки Потому что разделить Россию Обязательно 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 Михаил Ваш прогноз Кто следующий Андрей Козырев Андрей Я специально дал Природе и Богу Пространство вариантов Никогда Не надо Когда мы уже заметили Что высшие силы Я почему сейчас Миша говорю Смотрите Андрей Когда Высшие силы Взялись за работу Вот не может быть Что на одной неделе На одной Фица и Раисии Да Возможно Раисия тоже тяжело ранен Мы сейчас же не знаем Потому что Что произошло Чтобы мы понимали Вертолет с Раисией И министром иностранных дел Упал Ну совершил Жесткую посадку На границе Где-то между Азербайджаном И Ираном Уже на территории Ирана Он ездил С визитом в Иран В Азербайджан Извините И его ищут до сих пор Сначала сообщили Что он жив А потом Эту надпись Иранское агентство Сняло С эфира Надпись о том Что он жив Поэтому Что там с ним сейчас С этим президентом Раисии Давайте гляну Какие-то последние новости Есть Президент Раисии Летел в Тибрис Из иранской провинции Восточный Азербайджан Ааа Он летел Кстати А Правильно Он встречался с Алиевым Но не в Азербайджане А в иранской провинции Которая называется Восточный Азербайджан Там живут Этнические азербайджанцы Из-за плохой погоды Вертолет совершил Жесткую посадку В горные местности У города Варцеган На борту вертолета На борту На борту находились Губернатор провинции И министр иностранных дел Два вертолета Сопровождения Долетели благополучно Но с президентским вертолетом Связь установить Пока не удалось О судьбе Находящейся на борту Ничего не известно В горной местности Где приземлился вертолет Идет крупная спасательная операция Альпинисты Присоединились В спасательной операции В районе С исчезновением вертолета Президента Ирана Ибрагимом Раиси Я считаю Что лучшая шутка Я даже шутить не буду Сам Потому что лучшую шутку Мне уже прислали В виде мемчика Лучшую шутку По поводу Раиси Мне уже прислали Выглядит она так Зеленский С кем-то По телефону разговаривает Говорит Я же говорил Президент России России А не Раиси России А не Раиси Браво К тому Кто придумал Этот мем Спасибо большое Но вообще говоря Раиси Ведь не случайно Этого человека Зовут Раиси Вертолет уже нашли Вроде Ну я зачитываю Новости из телеграм-каналов Что вижу То о том Пою Как говорится Пока ничего более свежего Я не вижу Новый репортаж С места катастрофы Темнеет Начался дождь Поиски продолжаются Спасательные команды Выдвинулись к месту Не-не-не Ребят Ну вот 19.38 То есть прямо сейчас В эту секунду Его не нашли Прямо сейчас В эту секунду Вы понимаете Даже если он жив Сица тоже пока еще Формально говоря жив Но бог не фраер Шельму метит Два удара Вот так Как будто из двустволки Выстрелил По Фице И по Раисе И когда уже Господь Судьба Метафизика Вселенная Вселенский эфир Когда они уже Собрались И вот такое Начали очередями Стрелять Кто такой Шетельман Чтобы вмешиваться В эту судьбу Я всего лишь Напоминаю вам Всем дорогие друзья Что Вот есть пространство Вариантов Выбирать будет Господь Конечно Но мне кажется Это круто И красиво Вот так За одну неделю Я все время Говорю Что наша война Закончится Черным лебедем И до сих пор В это верю До сих пор Моя вера Никуда От этого Не девается Раиси Раис Это как вы знаете Это Лидер Помните Раис Арафат Кто в Израиле жил Когда-нибудь знает Что Раис Арафат Это лидер Арафат Как бы президент Раис Все смеялись Что Раиса Горбачева Что она как бы Лидер Раиса Горбачева А тут Раис Арафат И я подумал Если президент Раиси То есть как бы Президент Президентов Ну президент Президентинка Фамилия такая Да Если бы по-украински Говорили С президент Президентинку А в России бы говорили, это президент президентов. А в Израиле бы сказали, носи-носи, носи-носи. Ну, президент-президент. Поэтому так вот в Иране пошутили и выбрали человека с такой фамилией. Хотя, может быть, что так Ясер вроде. Нет, Ясер это имя собственное, ладно, Ясер Арафат. Но его называли Раис Арафат, в смысле президент Арафат. На арабском так обращались. Раис, вождь, президент. Это должность, должность. Ну, кстати, я не уверен, что по-персидски это так же. Потому что у них же другой язык совершенно, персидский. Съеднуть наши вооруженьки, вооруженьки, тут я с вами абсолютно согласен. Это Израиль, срубив, молодцы. Назар, ну, знаете, первыми мне об этом сообщили, конечно же, мои израильские друзья. И они прям были уверены, что это да, что это Израиль. Ну, я не знаю. Почему не знаю? Потому что не факт, что это выгодно Израилю. Ну, совершенно не факт. У меня нет таких данных, что это Израилю зачем-то нужно. Господу видней. Помните, пел Гремещаков, извините, что упоминаю еще одного хорошего русского. Снимаю шляпу, Михаил, извините за эмоции насчет Миши. Ваш путь жизни привел вас в правильную точку. Я рад за вас. Любовь и свет. Будьте здоровы, пишет Стивен. Стивен, раз вы снимаете шляпу, то я, наоборот, надену. Позволю себе надеть. Посмотрите, какой прикол мне прислали люди. Это вот люди мне прислали в подарок. Помните, я уже показывал, как мне присылали кипу. Это те же самые ребята. Сейчас скажу, как они называются, потому что я их рекламирую в обмен на подарок. Ukrainian Military Cap. Люди делают военные шапки. Люди просто делают военные шапки. Они мне присылали военную кипу. Я в ней как-то шаббат с вами встречал, какой-то праздник, я не помню. А теперь я что прикололся-то? Почему они мне это прислали, скажу. Потому что это моя распространенная мной идея. Вот кто угадает? Они прислали вот такую кепку, бейсболку. Не показываю надпись. Угадайте, что на ней написано. Кто угадает? Кто внимательнее всех смотрел все выпуски канала Шетельман и угадает? Я в одном из выпусков сказал... Ой! Ну все, уже засветил. Вот видите? Блин. Все засветил. А угадали. Успели угадать. И Таня, и Петро. Правильно. Муга, Муга. Муга. Make Ukraine great again. Муга, видите? Так что Ukrainian Military Cap делает вот такие кепки. Make Ukraine great again. Я на всякий случай сразу сниму. Объясню почему. Чтобы YouTube не решил, что я с политической рекламой занимаюсь. Это запрещено. Но политическую рекламу, ну рекламу, в смысле, вот настолько прямо, да, с логотипами и так далее. Хватит с меня. Я думаю, что Бог носит шеврон из ССУ, я, к сгодав, Зеленский. Ну точно не шеврон этого Шинника Ярославского, как я вам рассказал, да, про тренера Шинника Ярослава или Дмитрия Черышева, который с иконой стоит на, это в России, в чемпионате России по футболу, стоит с иконой на краю поля, чтобы Шинник победил. Ну, Господь, видимо, в этой форме Шинника выходит на утренние молитвы слушать, мне так показалось. Но они реально там дум-дум, да, съехали крышей, слушайте. У них Шинник, Бог топит за Шинник, они прямо в этом уверены. У меня прямо круче этого, только, знаете, вот я когда понял, что в России началось настоящее победобесие, давно достаточно понял, это прямо было, черт знает сколько времени, лет назад. Но был там, я же за Зенит болел, вы же знаете, да, ну, грех, грех, ничего не могу поделать с собой. И там был тренер Андре Виложбош, португалец, у петербургского Зенита тренер португалец Андре Виложбош. 9 мая играют Зенит и Ростов в футбол. Я уже эту историю рассказывал, ну, в начале канала, поэтому расскажу. У нас же все-таки сейчас, тогда в начале было 10 тысяч, я рассказал на 10 тысяч, а сейчас рассказываю на 423 тысячи, подписывайтесь на канал Шатриман, встанет 425, это уже некий юбилей, правильно, скоро вы. Подпишитесь на канал Шатриман и поставьте лайк прямо сейчас. Нас 24 тысячи собралось, 24, много, кстати. Ночью было 23, ночью сегодня было 23. И вот, значит, играют Зенит и Ростов, Зенит побеждает, там типа 3-0 выигрывает у Ростова, ну, Зенит у Ростова выигрывает. Выходит на пресс-конференцию португальский тренер Зенита 9 мая и говорит, мы посвящаем эту победу памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Говорит Виложбош, посвящает эту победу Зенита ветеранам Великой Отечественной войны 9 мая. Вот мне интересно, мне интересно. Вас ничего не смущает в этом заявлении? Что бы вас засмущало в таком заявлении, мои друзья? Ну, кто-нибудь заметил что-нибудь подвох в этом всем? Мне интересно, я читаю ваши комментарии сейчас. Подвох в заявлении. Вот, 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 Нитрамин. Ветераны еще живы. Не, не в этом дело. Нет, не то, что они проиграли. Нет, нет, нет. В Португалии был фашизм. Нет, нет. Нет, ну подумайте. Это я пока баню тут каких-то русских фашистов, которые уже прорвались. Ну, ладно. Никто не угадал мой ответ. Ну, вот, меня лично поразило то. О, правильно, правильно. Вот, Нитрамин. Правильный ответ выдал. Ну, вот, победили это они, Ростов. Понимаете? Если бы они Баварию немецкую победили и сказали, что, ну, мы, типа, немцев победили, посвящаем там победе над фашизмом. Ну, они победили Ростов. Ростов-то проиграл. То есть, Ростов фашисты получали. А Ростов, видимо, за фашистов был. То есть, как бы, если бы Ростов выиграл, то, получается, мы победили, посвятили Гитлеру его борьбе. Так получается. Чемпионат-то внутри российский. То есть, все равно кто-то должен победить, да? Ну, не знаю. Вот это означает просто идиотизм клинический. Ну, так как этот Виллаж Бош, португалец несчастный, всяко, он не сам это все сочинял, да? А ему пришел пресс-секретарь команды и сказал, скажи, что посвящаешь победе в Великой Отечественной войне. Ну, и он выходит вот над Ростовом. Мы победили Ростов. Посвящаем это победе в Великой Отечественной войне, то, что мы победили Ростов. А Ростов-то все проиграл. Проиграл, некуда не деться. Президент Ирана жив. Ну, не знаю, откуда вы это берете. Откуда вы берете то, что президент Ирана... Откуда вы берете, что президент Ирана жив, я не понимаю. Вот я сижу, читаю телеграм-каналы, там нет этой информации, что президент Ирана жив. Ну, что еще есть? Подождите, вот последнее. Ну, вот, пожалуйста, 12-й канал израильского телевидения, Арут Штеймесре, телевизия «Израэлит». Со ссылкой на западные источники сообщает, что президент Ирана Раиси не выжил после аварии вертолета. Раиси не выжил после аварии вертолета. Ребят, извините. Поэтому те, кто рассказывает, что президент Ирана выжил, покажите мне, предъявите президента Ирана. У меня, вот я процитировал, я сказал, какой источник. Если вы пишете, что Айтала – это не президент, не знаю, просто спрашивает Иван Петров. Нет. Там устроена власть следующим образом. Есть президент, он избирается на выборах, прямо всеобщие выборы. Ну, понятно, что там тоже не допускают, кого не надо, но тем не менее это всеобщие выборы. И Раиси – это человек, который выбрал народ. А есть Айталах Аминеи, это духовный лидер. Его не выбирает народ, его выбирают другие айтолы. Но так как в Иране, Иран называется Исламская республика Иран, то есть Коран важнее Конституции, ну Конституции там, собственно, по этой причине нет, потому что все написано в Коране, то власть религиозная выше, чем власть светская. Такие страны бывают, где власть религиозная выше, чем власть светская. Это не только Иран, он такой не один. Ну, кстати, в Израиле власть религиозная и светская, они типа на равных. Там тоже религия не отделена от государства, и ТОРа является как бы официальным документом. Но там нет ни того, что там религия не выше, чем государство, а типа как бы у них поделены сферы влияния. А вот в Иране религия выше, чем государство. Поэтому президент ниже, чем... Он глава государства, Но над государством есть Аллах, а его представляет уже Айтала Хаминеи. В общем, хорошо все происходит, развивает события. Юрай Центура. Юрай Центура – это словацкий писатель, который стрелял в... Стрелял в Фиццы и положил начало, мне кажется, большой истории. Хорошо, теперь я хочу несколько слов рассказать вам про донаты. Расскажу, в чем дело. За эту неделю на канале Шетельман было задоначено вами, ну где-то примерно, я боюсь даже точную цифру назвать, но то, что точно, что больше миллиона гривен. Потому что 550 или 600 тысяч гривен Александры Болотиной, все ее проекты, 260 тысяч гривен в результате собрали, даже собрали больше немного, мы вовремя все это остановили на проект, вот на беспилотнике, то есть на запчасти для дронов. Вы собирали это в пятницу, и за три часа, 260 гривен было собрано за три часа. Я думал, что так как уже всю неделю что-то собираем, то уже на дроны не хватит. Хватило и на дроны. Так что 10 дронов. Вот та девушка, которую я вам показывал в видео, она пошла заказывать в Китае запчасти, сейчас все сделает, и покажет нам видосы уже с дронами, передачу нашим военным и так далее. Это займет определенное время. Но я хочу с вами обсудить в целом политику донатов на нашем канале Шетельман. Потому что мы зашли куда-то уже достаточно далеко в этом вопросе, и я сам не справляюсь. Уже начались обиды, обидушки и претензии в том числе. В чем они состоят? Я же сам один читаю все сообщения от всех, кто просит что-нибудь задонатить. Все эти сообщения приходят на Facebook, где у меня сотни сообщений. И когда мне человек, например, написал, и написал, что, а вот там, я говорю, сейчас нельзя донаты, потому что мы только что закончили, все до июля не будет. А можно потом, можно потом. Но потом я его же не могу найти. Потому что это там ушло в архив, и там тысячное сообщение по счету. Или же, у меня потом кто, вот мне сейчас парень написал, кто-то из вас, из зрителей, а у меня есть генератор, я могу Александре Болотиной отдать генератор. Ну хорошо, я знал, кто такая Александра Болотина. А так, мне уж часто пишут, а я могу вот тому человеку, который собирал вот на это, дать там сварочный аппарат. А я не могу уже его найти, у меня нет архива, ничего нет. Ну потому что у меня нет сил, извините. Ну просто нет сил. Это чисто отдельный проект. Вот руководить этим, это отдельный проект. Поэтому у меня к вам один вопрос и одно предложение. Сначала я задам вопрос, а потом сделаю предложение. Да, и в результате что? Вот мне человек пишет на днях. Михаил, вы обещали, в апреле вы мне пообещали, что вы соберете деньги в следующий сбор вот на этот проект. Ребята обижены, ведь вы им обещали. Я поднял переписку, я не обещал. Я написал, напишите мне в апреле. Ну слова напишите мне в апреле, это не обещание собрать деньги. Потому что как я могу что-то обещать? Это люди либо задонатят, либо не задонатят. Оно не в моих руках, понимаете? Оно не в моих руках, в любом случае. Кира пишет, я согласна на ваше предложение. А уже? Ничего себе, как быстро все. Как все быстро развивается. Кира 3102. Итак, что я хотел сказать? Я сейчас никаких донатов собирать не буду. Мы закончили на ближайший месяц. Никто ничего собирать у вас не будет и просить не будет. Первое, что я хочу узнать, так как очень у нас разномастные, разнообразные донаты, мы собирали и на дроны, и на много вещей. Вот я сейчас задам вам вопрос в Телеграме, проведу опрос. Вот такой простой. На что вы предпочитаете? На что лучше всего нам организовывать донаты? Ну, соответственно, это будет некий рейтинг, чтобы я уже по этому рейтингу выбирал. Потому что мне пишут разные люди про разное. И я в смущении, потому что мне же приходится быть волонтаристом и самому решать, что вот на это собираем, на это не собираем. На что, на что, на что лучше всего собирать, на какие цели лучше собирать донаты на канале Штельман? Вот прямо на какие цели лучше собирать донаты, лучше собирать донаты на канале Штельман. То есть, заметьте, никакие вообще цели нужнее всего в мире, а на какие на канале Штельман. Вы помните примерно наши сборы, примерно помните. Вы сейчас мне в чате называйте разные цели, а я их буду вписывать в вопрос. На перемогу это абстракция. Меня интересует. Вот дроны. Первое я запишу слово дроны. Пожалуйста. Потому что мы собираем, да, мы собираем, прошу заметить, вот то, что я не собираюсь менять, что мы не собираем на покупку чего-то, на покупку автомобиля. Мы собираем на какие-то материалы, из которых волонтеры что-то делают. Потому что мы так помогаем нескольким сразу людям. Мы помогаем и тем, кто получит потом эту помощь, ну, то есть нашим военным, например, и людям, которые нашли себе хорошее занятие, что-то делают. Это тоже помощь, понимаете? На лекарства вы пишете, на разминирование вы пишете, на сетки, на рэп. Так, на лекарства, лекарства, разминирование сетки рэп. Подождите, только знаете что? Давайте я сначала впишу то, на что мы точно собирали. Окопные свечи, мы собирали. Маскировочные сети, точно собирали. Маскировочные сети, собирали. Одежда для ВСУ, собирали, это точно. Приюты животных, собирали. А вот теперь я добавлю ваше, разминирование, потому что мы на него еще не собирали. Лекарства, мы тоже на них не собирали. Ну, кстати, лекарства я не готов, знаете, потому что лекарства, мы же не будем их изготавливать. Что-то нужно изготавливать. Так, Камчатке нужны сетки. Я с ним спешусь, с Камчаткой. На протезирование, да, вот это хорошее, потому что мы тоже собирали, помните, на этот протезирование. Мы же с вами собирали на тренажер для военных, потерявших конечностей, и там человек сейчас, Александр, прямо писал мне письмо, что он закупил запчасти и занимается этим. На борщ, на борщ для ВСУ, пишу, прям, да, на борщ для ВСУ. Ну, борщ и друг, да, ВСУ для ВСУ. Вписываю. Еще у меня есть две опции вписать туда. Сейчас я впишу и дам вам проголосовать. Животных я уже вписал. Дронный приоритет, пишите вы. Тактическая медицина, что еще? А, рэп объедините. Но я не могу объединять, это разные вещи. Сухой душ, рэп. Ну, давайте я впишу еще рэп, потому что рэп, это тоже можно собирать. Люди могут его делать сами этот рэп, понимаете? Ну, собирать его реально, ребята собирают. Кикиморы, это туда же в сети. Стартапы для ВСУ, это я не совсем понимаю, что такое. Аутан, комары, антидроновые ружья, свечи, турникеты. У кого есть генератор, моему сыну на фронт надо. Ну, там уже, мы нашли, парень ему, его отдал кому-то. Ну, давайте я впишу даже слово автомобили, потому что мне на автомобиле часто достаточно просят. Автомобили для ВСУ. Вот смотрите, я сейчас это все впишу. Для чего? Для того, чтобы появился какой-то порядок приоритетов. Итак, голосование на канале Михаила Штальманскиева, то есть в Телеграме, внизу, ссылка в описании, вы ее найдете, да, ссылка в описании, на, там можно начинать голосовать уже, в Телеграме. Голосование у нас в Телеграме, потому что там больше вариантов, и потому что мне тогда сохраняется архивом, и я могу потом, кстати, это все озвучивать. И я специально дал возможность дать только один вариант ответа. Для чего? Потому что, конечно, если я дам все варианты возможность выбрать, то все выберут все. Понимаете, в чем дело? Все выберут все. Извините. Поэтому я хочу прорейтинговать вот эти цели. Ну, хорошо. Голосование идет, напомню, оно внизу, в Телеграм-канал Михаил Штальманскиева. Зачитаю вам кратко, быстренько, и потом уже скажу, в чем мое предложение. Сначала зачитаю краткий отчет Александры Болотиной, вчерашний ее пост из фейсбучика, Штальман Шельму метит, подумал я, когда Михаил решил прочитать мой пост, чтобы помочь собрать донаты в помощь защитникам Харькова. Напомню, Александра просила 75 тысяч гривен, а вы задонатили 550 тысяч гривен. И эта помощь всей команды слушателей канала оказалась щедрой и очень ценной. Это вам спасибо всем от Александры. Мы уже купили и частично отправили на позиции. Старлинг 14 800 гривен, зарядную станцию 44 980 гривен, генератор 15 900 гривен, протеиновые батончики, витамины и мягкий паштет 4 310 гривен. Дрон Мавик 76 756 гривен, три штуки. 400 метров ткани для пошива адаптивной одежды. Это я напомню, одежда для раненых бойцов, с которых срезают одежду после ранения и нужно их во что-то одеть. 33 600 гривен плюс пошив, фурнитура, плюс фурнитура. Пеленгатор 54 000 гривен. Форма 14 раз по 600 долларов, итого 17 000 гривен. Помощь приюту для животных с деоккупированных территорий 3000 гривен. Помощь на ремонт машины друзьям-волонтерам 5000 гривен. Фонарики 3 326 гривен. Итого 265 675 гривен. Вот так полный отчет от Александра Болотиной. А теперь мое предложение. Вдруг кто захочет. Я ищу помощника, ну скорее всего помощницу. Почему помощницу? Потому что я сексист в этом смысле. Мне кажется, что для каждой работы подходит определенное, определенный джендер. И в данном случае для той работы, которую я предложу. Это не работа, сразу скажу, волонтерство в смысле предлагаю. Нужны женские умелые руки и голова, и язык. Значит, что нужно? Я хочу сделать, выделить это просто в отдельное направление. Я хочу, чтобы было отдельный, грубо говоря, мейл только для волонтеров, которые просят о сборе средств каких-то, чтобы мы это смогли систематизировать, чтобы мы сделали это честным и прозрачным. Потому что сейчас это Шетельман в одно лицо решил, а там он потерял. Я ничего не забыл, я никого не кинул и не обманул. Вот это я вам точно говорю. Значит, что я никого... Где видеоотчеты от войсковых? Александр, вы знаете, там, где вы занимаетесь, там вы так и делаете. Я вот так отчитываюсь. Я доверяю этим людям и мне достаточно этого. Если вы по-другому делаете, делайте по-другому. Пожалуйста. От меня требовать вы ничего не можете. Значит, для того, чтобы всему этому придать более организованный смысл, в том числе, вот я не могу вот это все занести в таблицу, например. Я не могу все это сравнить там с чем-то. Я не могу составить список. Мне говорят, а вот есть очередь, которую можно занять? У меня нет очереди. Мне написали разные люди, написали и все. Поэтому я хочу создать более-менее организованную очередь. Причем без очереди будут обслуживаться те волонтеры, кому мы уже донатили. Мы их можем повторно включать. Это уже друзья канала. Извините. Это будет без очереди. То есть там будет все равно свой блат и так далее. Но мне нужен человек, который был бы моим помощником в этом вопросе. Ну как моим помощником? Человек бы просто управлял этим проектом сам, а я бы только присматривал за этим уже сверху, так сказать, со стороны. Чтобы человек общался с волонтерами, смотрел. Это не так много работы. Почему? Просто надо у всех принять заявки. Я знаю, какой формат. Я знаю, что нам нужно. Это все нужно каждый раз человеку объяснить. Люди не понимают. И это приводит прямо к скандалам, ну к разборкам неприятным. Вот мне человек пишет, мне надо вот так. Я говорю, ну слушайте, вот так я не понимаю. Типа, нам нужно оплатить ремонт машины, вот мы заплатили 90 тысяч гривен, соберите их. так не работает. Вы уже отремонтировали машину, а сколько стоил ремонт, а как я это проверю. Вот я понимаю, сколько стоит там, не знаю, парафин. Я уже проверил, сколько стоит парафин. Я уже знаю. Поэтому тут нормально все, да. Вот, например, человек, который будет понимать, сколько что стоит примерно, составлять таблички этого всего. Эта работа, я думаю, требует, ну по-честному, ну несколько часов в неделю, в неделю, не в день, несколько часов в неделю. Переписаться с этими людьми, отобрать несколько проектов для сбора. Сборы мы проводим не чаще, чем раз в месяц. Ну то есть в течение, как вы помните, недели, несколько разных сборов, но не чаще, чем раз в месяц. Вот если есть такая, скорее всего, девушка, а не мужчина, скорее всего. Потому что я говорю, что девушки аккуратнее, давайте честно говорить, девушки усидчивее, давайте честно говорить, девушки организованнее, неприхотливее, ну так уж сложилось. Если у вас есть эти несколько часов волонтерства, то если вы хотите этим заняться, да, у меня условие, что вы должны находиться, я думаю, все-таки в Киеве. Почему? Потому что какие-то вещи, ну вот мне что-то присылают, там что-то, чтобы я показал это в телевизоре, присылают на новую почту. Ну вот, не обязательно в Киеве, но, наверное, все-таки желательно, скорее все-таки в Киеве. Вот. Ну, в Украине точно, но вопрос в каком городе, не знаю. Короче, если есть такая желающая я, этим заняться, то напишите мне через Facebook, ссылка внизу в описании. Человек, который не способен найти ссылку, не способен написать мне через Facebook, он и с остальным не справится. Этот человек должен уметь просто быстро все уметь делать, да, и соображать хорошо, и таблицы, и то, и все. Работы, еще раз говорю, немного совсем, но просто она должна быть системная, системная. И у меня одно условие к такой волонтеру, или к такому волонтеру. Под честное слово, тоже этот человек должен обязаться заниматься этим до конца войны. То есть, ни на месяц, ни на два мне не подходит до конца войны. Потому что, если мы начнем что-то делать, я уже в это ввяжусь, и потом перенимать эти дела, и кому-то другому передавать, мне не годится. Вот тот, кто готов взять на себя такое обязательство до конца войны, тот пишите мне. Вот Светлана пишет, я готова. Светлана, напишите в Facebook, мне внизу ссылка. Давайте, первое слово называется, вот давайте, большими буквами пишите слово волонтер, большими буквами слово волонтер, и дальше текст. Хорошо? Ну, а себе пару слов, чтобы я мог выбрать и как-то выбрать. И тогда мы с вами что сможем сделать? Что мы сможем с вами отбирать уже не то, что Шетельман будет по своему разумению, а выставлять опять на голосование, вот на это собираем, на это или на это, чтобы было чуть более честно. Потому что сейчас я чувствую, что обижаю много хороших людей, и каждому отвечаю, объясняю, что смотрите, сейчас закончен сбор. Мне такие, а можно ли занять очередь? Я такой, ну очереди не существует. Но это просто начинается коряво все, это уже начинается коряво. Бабушка самое то, пишет Базиль. Эээ, нет, тут надо, можно бабушка, хоть дедушка, ради бога, но с сумасшедшей скоростью управляться с телеграммом, фейсбучиком, новопочтами, вот этим всем, да, то есть нужно, чтобы тач компьютерный был. Я же все это буду читать потом на компьютере тоже, чтобы человек со мной мог в зуме связаться и так далее. Вот так, что тут сообщили? АПЛ завершен, Манчестер Сити чемпион. Надо же, поздравляю, не знал. Забаньте луку. Можно. Опоздал, а где котики? Котик вон бродит, пьет водичку, не очень хорошо себя чувствует, не знаю, что с ним что-то съел. Так, есть ли у нас еще на сегодня вопросы для... есть ли у нас на сегодня еще вопросы? Сейчас будем смотреть. О, я уже вижу по вашему энтузиазму, что теперь у меня будет мега задача собрать, выбрать человека, потому что мне уже успели через Фейсбук написать за это время. Очень сложный выбор, важно все, как сделать правильный. А, Алиса, конечно, важно все, конечно. Талант. Я получила такие задовольнения, когда слухала вас, дякую вам. Это, видимо, про бокс, да? Возьмите Киру 3102, пишет Доброта. То есть у вас как-то это самое, уже... У вас уже какой-то есть симпатии к кому-то, то есть Кира очень сильно хочет или в чем дело? Почему уже один из наших зрителей топит за других зрителей? Вот Лисио, вы неправильно поняли, пишет Лисио, волонтер с Большой Бук и делаем домыдли для войсковых. Нет, Лисио, я не про то говорил, я говорил, что вот я же, повторяю еще раз, я ищу человека, который будет заниматься для канала Штреман только волонтер с вот этими сборами донатов, ну, в смысле, не заниматься сборами, сборами я буду заниматься, но систематизирует эту деятельность. Писать сюда слово волонтер не надо, в чат. Слово волонтер для этого надо написать в Facebook мне, вот там, через переписку в Facebook, ссылка внизу в описании, и тогда я пойму, что это кандидат в волонтеры, понимаете? Не надо писать, что вы собираете. Я сам не могу больше с этим заниматься. Ну, правда, у меня как-то оверлоуд получился, что я и спортивные соревнования комментирую, и сборы провожу, и вот пока это было только Оля Матушенко, то я мог с ней созвониться по 10 раз в день, мы с ней по 10 раз созванивались, в чем договорились, и так далее. Но когда это стало 10 разных людей, все, я уже потерял всех из виду, я не могу никого потом найти. Ладно, я думаю, что модератор сборов, вот прав Игорь, да, нужен модератор сборов, как сделать заявку на сборы. Вот Марина, значит, мы сейчас не про заявку на сборы говорим. Вот напишите будущему модератору сборов, а куда писать? Модератор сборов потом объяснит, как сделать заявку на сборы. Никак. Я же говорю, нету формата подать заявку на сборы. Ну, нету. И очереди не существует. Ладно, слушайте, давайте про политику еще немножко, а потом мы тут уж совсем как-то... Я хотел рассказать такое смешное, милое, милое что-то вам. Знаете, в пятничку я рассказал про передачу «Поле чудес» на 9 мая в России, как там Якубович аплодировал нашим убийцам, помните, российским военным. И мне написал Алекс письмо такое интересное, трогательное. Алекс, вы не поверите, участвовал в 90-е годы в передаче «Поле чудес» у Якубовича. Ездил туда, в Москву, ну, из Украины человек. Ездил в Москву, говорит, собирали меня всем городом, потому что это было чудо, что я из Украины поехал через всю страну, в другую страну выступать у Якубовича. Он выиграл там то ли тост, микроволновку, микроволновку. Говорит, расходов было гораздо больше, чем, ну, на поездку, чем стоила эта микроволновка. Но это тогда было чем-то уникальным приехать к самому Якубовичу и выступить. И он говорит, и вот я с ужасом сегодня думаю, что теперь я, получается, выступал в программе, которую теперь захватили фашисты. И я признался, что я что же. В 92-м году я выступал у Александра Мусликова, а там теперь в КВН тоже фашизм сплошной, там за Путина топят. Там у них шаман в меню. Шаман в меню. Шаман в жюри, конечно, а не в меню. Хотя, я думаю, что будет и в меню тоже. Вот. Шаман в меню, да, это, короче, шаман в жюри. Поэтому я же, получается, тоже выступал там, где теперь захватили фашистов. Они все захватили, то, что там в России было приличного, слушайте. Там были какие-то хорошие вещи, снимали какие-то хорошие фильмы, ставили какие-то хорошие спектакли. Помните было это? Артисты, в ролях артисты московских театров. А теперь мне такая родилась в голове фраза в ролях фашисты московских театров. Это когда мне кто-то предлагает посмотреть какой-нибудь сериал, а он российский. Или там фильм. Я говорю, там кто снимается? Мне начинают говорить, я говорю, все понятно, фашисты московских театров. Ну, потому что есть кино на русском, которые снимают в Европе, да, и тогда можно смотреть. Но как только это в России снято, все, фашисты московских театров. Сразу Гармаш фашист, Бондарчук фашист, еще кто-нибудь обязательно там снялся. Или не дай бог Мирона. Да, Летина Поленко, слушать их всех надо, чтобы знать врага в профиле Анфас. Та же реакция, что это иду на Выборг. Антон не в курсе, что это иду на Выборг. А, что это иду на Выборг? Ну, есть такое выражение иду на вы. Возможно, вы слышали. Когда-то, типа, как учили нас в школе, благородные князья посылали вперед себя письмо иду на Вы. Мол, типа, а я объявляю вам войну. Называлось иду на Вы. Именно отсюда у меня родился каламбур про иду на Выборг, потому что мы сегодня ночью разбомбили Выборг. Разбомбили нефтеперерабатывающий завод в городе Выборге. Ну как, как минимум он взорвался. Конечно, местный губернатор оккупационный, он тоже там оккупационный. А, кстати, вы спрашивали, где? Вот. Вот это мой оккупационный губернатор Рыжий. И местный оккупационный губернатор, оккупационный, в смысле, потому что Выборг оккупирован от Финляндии, он, по-моему, кстати, был вторым по величине городом после Хельсинки, когда его оккупировали в Финляндии. По-моему, вторым. И местный губернатор сказал, что это там случайно пиротехника взорвалась на нефтеперерабатывающем заводе. И даже все местные жители стали ржать в комментариях, что типа, а откуда на нефтеперерабатывающем заводе пиротехника? Это точно, что она там должна была быть? Это пиротехника на нефтеперерабатывающем заводе. У меня дома три таких губернатора дома, пишет Вадим. Завидую Вам, что у Вас три, у меня всего два, и то один сейчас в больнице. Ну, не в больнице, а на лечении, на санаторно-курортном отдыхе. Гармаш с Херсона, кажется. Юрий, он не просто с Херсона, белый на санаторно-курортном отдыхе. Гармаш не просто из Херсона, ладно бы он был просто из Херсона. Во время оккупации Херсона Гармаша прислали управлять от имени оккупационных властей театром, и он согласился. Он руководил театром, взял в заложники наших актеров театра и заставлял их играть какие-то русские пьесы, вот сейчас тем же самым занимается Миронов в Мариуполе, увез наших актеров в Москву играть какие-то спектакли. Вот из того самого актера в театре, который взорвали россияне, разбомбили бомбой, когда в нем прятались дети. Добрый вечер, если несложно, дайте ссылку, где заказывали бейсболку. А, я ее не заказывал, мне ее прислали в подарок на сайте, который называется, ой, на сайте, в смысле, ребята из Фейсбука, давайте я вот сейчас прям вам по вашей просьбе кину это слово просто сюда, прям рыженький выздоров, не, рыженький более-менее нормально себя чувствует, беленький чуть-чуть болеет. Вот, вот смотрите, я сейчас написал Ukrainian Military Cap, видите, в чате надпись. Это вот вы в Фейсбуке введите Ukrainian Military Cap, и он вам выдаст. Там они прямо, у них не магазин, по-моему, я даже не знаю, они прямо через Фейсбук там можно им писать, я так понимаю. А в Дании есть город Виборг. Да, знаю, знаю, потому что футбольная команда так называется, датская, я все страны знаю по названиям футбольных команд. Да, два, три, тю, в мене четыре коты. Ну, видите, слушайте, мы тут меряемся котами, да, котомерка, котомерка. Я никогда в жизни не думал, что у меня, думал ли я, скромный мальчик из этих, из петербургских дворов, ленинградских дворов, что у меня будет два кота. Конечно, я об этом никогда в жизни не думал. И что у меня дома будет раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь животных, тоже представить себе никогда этого не мог. И собаками можно мериться. Ну, Наташа, я не могу, у меня нету собак. У меня все собаки на удаленке, ремут собаки. Евгений Миронов гей, скрепа такая у расистов. Ой, Ерина, я, вот, это последнее, в чем я могу человека обвинять. Человек может быть геем, шмеем, змеем, БДСМом. Если он за нас, то он за нас. Человек может делиться на две. Вы за Украину или вы за Россию. Тут простой принцип. Все остальное нам не важно. Ну, вот, президент Латвии, гей, если вы уж так заговорили, да, открытый, первый, открытый гей на посту высшего руководителя государства на территории бывшего СССР. Но это наш огромный друг Украины. Просто огромный друг Украины. Вы что будете судить его, что там за какие-то сексуальные принадлежности? Ну, это как-то не знаю. Мне кажется, неправильно говорить. Вот. Потому что я, это самое, я не, я могу быть этим, вот этим, как это называется, сексистом, только в работе, а не в личной жизни. Сексист я в работе, потому что действительно, да, вот снова цитирует меня 12-й канал Израиля, пишет, что президент Ирана не выжил. Сексист я в работе, потому что, ну, вот как-то знаете, мой большой рабочий опыт, я нанимал в жизни, ну, сотни людей. Вот разные работы предназначены для разных людей, черт возьми. Я вот приведу вам самый простой пример. Можно, не в обиду никому. Вот когда я ищу человека на относительно небольшую по украинским меркам зарплату, ну, относительно небольшую, если мне пишет женщина, и я вижу, что она подходит по профессиональным качествам, то мне не важно, какого она возраста. Ей может быть 20 лет, а может быть 40, и я одинаково отнесусь. А вот если на ту же небольшую относительно зарплату претендует мужчина, то если ему 20, это окей, это его первая работа, все нормально. Но если ему 40, он претендует на эту зарплату, я сексист. Понимаете, в чем, да? Потому что женщина, у нее могла быть разная биография, она может быть в основном сидит с детьми, а работу рассматривает как хобби, ну, или там подработочку небольшую. И у нее нет амбиций рабочих, и поэтому она и в 60 лет прекрасно будет работать на этом посту за умеленную зарплату. Но если мужчина в 40 лет не стремится много зарабатывать, я не могу, извините. Я трудоголик, нарцисс и сексист в рабочих вопросах. В целом, женщины работают лучше, чем мужчины, могу я вам сказать. Да, это прям правда. Но бывают разные должности. В Украине Раисию называют Россию. Да-да-да, поэтому и перепутали же. Всем добра, приведет потом голосование провести за кандидаток в помощницу. Владимир, смешно, да? Я вот сам реально, когда уже тут начал с вами говорить, я задумался, а как, мне не нужно, кстати, помощница, я не хочу слово помощница, я хочу вот именно менеджера по донатам. Не хочу помощница, не надо мне помогать, надо это делать вместо меня, потому кто хочет. Помощница, это значит, что кто-то помогает мне. Нет, нужен человек, наоборот, который будет основным в этом деле. Да, смотрим, слушаем, большое спасибо, привет из Каменского, привет Каменскому, уже подписаны, да, в Украине, простите, уже никак не называют, да, тоже верно. Ну, кстати, да, вот я сейчас, наверное, закончу этим рассказом, закончу этим рассказом, знаете, этот наш сегодняшний стрим, пора ему как бы закругляться, постепенно ставьте пока лайки. Вот сегодня все-таки, конечно, ночью я сделал большое открытие. Те, кто смотрел ночной стрим, те уже знают, а кто не смотрел, тот не знает. Ночью во время боксерского стрима начинаем мы наш разговор, еще не было самого бокса, ну, за полчаса где-то до начала битвы, и понабежали, как всегда, российские боты, ну, это были люди, люди, боты-люди понабежали, российские, прям много прислали их в этот раз, не знаю почему, что там кому Путину понадобилось на этом боксе. И стали, как всегда, писать свои стандартные нарративчики. И засрали весь чат. И было несколько смешных связанных с этим историей. История первая. Вот они начинают писать, как всегда, что да нет уж такой страны Украина, страна 404, ошибка, была когда-то такая страна, а теперь нету. А мы сидим, нас 15 тысяч, и в телевизоре усик, и флаг Украины. И сейчас наш украинский боксер, будет биться за звание сильнейшего в мире, в суперфинале, которого не было 25 лет. И это смотрит весь мир, весь мир. В Америке 70 долларов стоило заплатить только за просмотр одного боя. В Европе там десятки евро стоило посмотреть бой. У нас на Мегуго просто надо было подписаться. Ну, короче, в каждой стране люди платили, чтобы на все это посмотреть. Я говорю, подождите, это кого нет? Украины нет? А я что-то говорю, Россию не вижу. А где Россия? Украинского бойца вижу, британского вижу. Где российский? Нет. А еще сейчас идет чемпионат мира по хоккею. И там играет Латвия, и там играет Казахстан. А Россия где? Нет. Нет. В чемпионате мира по хоккею России нет. А неделю назад было Евровидение, и там Украина заняла третье место, а Израиль занял пятое. А Россия какое заняла? Нет. Нет России. Нет. А через месяц чемпионат Европы по футболу. Украина играет первый матч с румынами. А как Россия с кем играет первый матч? А нету России. Нету. 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 А потом Олимпиада в августе, и там будут флаги на открытии. Украинский, латышский, израильский. А российский? Нету. Нету российского флага на открытии Олимпиады. Потому что нету делегации России на Олимпиады. Нету. 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 И в этот момент я сказал, товарищи боты, а вы что-то не охуеете случайно. Это вашей страны больше нет. Вы хотели уничтожить. У меня родилась формула потом. Вы хотели уничтожить Украину, а уничтожили Россию. Ее больше нет нигде. Потому что если тебя нет ни на Евровидении, ни на финале по боксу, ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира по хоккею, ни на чемпионате мира по футболу, а где ты есть Россиюшка? Где? На мае. Все, кончилось. Сдохло, исчезло. Стерли. Понимаете, как круто? Хотели уничтожить нас, а уничтожили себя. Нету их больше в цивилизованном мире. Все, все о них забыли. Это очень круто. Понимаете? Вот точно они все. Им пофигу, пишет турист. А вот нет туриста. Им не пофигу. Им не пофигу. Как они за все это... Я тоже подумал сначала. А может им пофигу? Нет. Слушайте. Они, чтобы Дима Билан у них выиграл Евровидение, они его туда два раза посылали. И баблом заливали. Просто морем бабла, чтобы выиграть это Евровидение. Помните такое? А я помню. Они, чтобы провести чемпионат мира по футболу, миллиарды долларов взяток раздали. Сейчас идут расследования до сих пор, как они за взятки купили этот чемпионат мира по футболу. Миллиарды долларов. И они будут рассказывать, что им не очень-то хотелось. Ага, конечно. А 50 миллиардов долларов на Олимпиаду в Сочи. Им не очень хотелось выиграть ее. А то, что они задействовали все вот эти... Помните, расследование Родченкова, вот это, да? Что они задействовали все возможные запрещенные препараты, все наркотики, лишь бы выиграть Олимпиаду в Сочи. Которые они выиграли сначала, но потом их лишили этих медалей. Потому что выяснилось, что все это было под наркотиками сделано. Это они не хотели. Это они не хотели на Олимпиаду, как они умоляли. Как они всех коррумпировали. Они коррумпировали президента... Как они коррумпировали президента Хоккейной Федерации? Они ему подарили самую большую завод яблочного повидла в Краснодарском крае, понимаете? Он, швейцарец, уехал после заключения своей этой самой, уехал жить в Российскую пи***ацию Федерацию. Им не надо. Это точно такой же рассказ, как Путин рассказывает, что он Харьков не собирается захватывать. Когда он понял, что Харьков ему х**, не Харьков, так он решил, что ему не надо, что он не сможет. Ну что, а, говорит, мы не собирались, не собирались, не собирались. Или когда он х**но взял Киев, он говорит, ну мы там в рамках жеста доброй воли, а потом Бенедиктов рассказывал, нет, нет, мы не собирались захватывать Киев. Ага, конечно. Все они хотели, все они хотят до сих пор. Как им хочется, как они бегают, вот знаете, как шакалы под деревом и зубами стучат. Цок-цок-цок-цок. Только яблочко-то им не дается, фруктиков-то им не достанется. Тем, кто плохо кушает, подарочков не положено. И вы знаете, что случилось ночью сегодня? Когда я все это сказал российским ботам, ну это же люди, люди работающие, да? Зазвучал там, в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, зазвучал гимн Украины. Не России, а Украины. И знаете, они сгинули якороса на солнце, эти боты. Они все разбежались, потому что им-то во время гимна нельзя присутствовать. И они исчезли. И дальше мы смотрели бокс без единого русского бота. Все полтора часа боя, мы смотрели без русских ботов. У люлюшечки люлю. И потом вышел организатор, то ли мэр Эр-Рияда, то ли принц Саудовской Аравии, и сказал, это событие войдет в историю Эр-Рияда и Саудовской Аравии. Понимаете? Победа Усика – это мировая история теперь, мировая. Украина на карте мира, в истории, в истории. Это историческая победа. А Россия где? Нету. Нету, 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 нету. Очень хочется, чтобы так и было дальше. Поэтому мы продолжаем наше белое дело. Ну, они черные, а мы белые. Ребята, держимся. В Харькове тяжело, везде тяжело. Но все, что говорит Ходорковский, все чухня полная. Никакой Харьков русские не возьмут до конца года, как он говорит, и Одессу через полгода. Это все не так. Им нечем брать Одессу. У них нет флота. У них нет флота, ребята, чтобы брать Одессу. Вот такие дела. Михаил, вы супер, говорит Марина Данченко. Спасибо. Лиса и виноград. Правильно, Аняка. Это я это. Про лесу. Ну, не мог же я их сравнить с лесой. Благородным рыжим созданием. Правильно? Благородное рыжее создание. Вон, спит. Спит. Все, всем спасибо. Все будет Украина. Вы абсолютно правы. Вот кто-то, видимо, из россиян говорит, никакой зависти я лучше подрачу. Подрачу через О пишется. Подрачу. Не подрачу. За орфографические ошибки мы тут можем удалять. Можем удалять. Извините. Вот научитесь писать это слово по-русски, тогда приходите. Мы по-украински знаем, как писать. Шетельманы, обожаю. Спасибо за доброе сердце. Обожаю на забанте. Забанил за ошибку орфографическую. Огласите голосование. Да, конечно же, голосование. Подождите, не расходитесь. Сейчас будем читать, кто у нас как проголосовал. Итак, что у нас по... Да... Ну что, на первом месте дроны. Кто бы сомневался. На втором рэп. На третьем протезирование. 12%. На четвертом приюты животных. 9%. На пятом автомобиле для ВСУ 5%. Дальше одежда для ВСУ и разминирование по 3%. 2% борщ, маскировочные сети и окопные связи. А кто им будет помогать? А кто будет жертвовать на... А, вы поняли, что я имею в виду. Ладно. Если найдется менеджер по... Я вам дам новые координаты, новый мейл. Все. Спасибо большое всем, кто здесь был сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.